В компании нужно сделать переучет цен по старому и новому прайсу. Здесь попадаются одни и те же товары, попадаются новые товары или исчезают старые товары. В старом прайсе цены у нас указаны в таком вот формате, год, далее номер и буквы. В новом прайсе за текущий год указаны в формате группа, номер и дальше ТН, буквы. Нужно выделить те, где совпадают эти номера по новой и старой номенклатуре. Зеленым выделить те, у которых цены совпадают. Красным выделить те, у которых цены отличаются. Для решения мы будем пользоваться расширенным фильтром. Поскольку мы будем пользоваться расширенным фильтром, то необходимо перерывать отдельно старые и новые номенклатуры. Для этого избавимся от пробелов, которые есть в наших данных. Вот, выделим эти данные, все полностью до конца. Вот, мы их выделили и через данные, удалить дубликаты, удаляем промежутки между ними. Так же само поступаем со второй колонкой. Вот у нас есть определенные данные. И их все полностью мы удаляем дубликаты. Теперь переносим на отдельные листы вот эти вот данные и вот эти вот данные. Вот, первое. Вставляем сюда. Вставляем значение. И, оп, второе. Можем также сохранить форматирование. Дальше, чтобы воспользоваться расширенным фильтром, нужно, чтобы вот эти вот наши имена совпадали в старом номенклатуре и в новой номенклатуре. Я уже этого сделал. Данные, что сравнивать. Вот идет новая, старая номенклатура. Есть вот новая номенклатура. И мы через «Подставить» заменяем первые три символа на группу с пробелом. И здесь скопируем тоже копию ячеек, изначальных, для того, чтобы потом по ВПРу пройтись через расширенный фильтр. Расширенный фильтр представляет собой таблицу. Вот у нас будет таблица, где есть старый порядковый номер, старая цена, новый порядковый номер, новая цена и разница между двумя ценами. Как мы задаем? Нужно задать вот эти изначальные две колонки по новому номеру. Вот эти две колонки мы задаем через ВПР. Мы ищем вот эту вот ячейку в старом списке и приводим ее к старого списка. Далее цену мы ищем по ВПР уже вот этого значения. Ну, разница это, соответственно, разница между двумя числами. Далее настраиваем расширенный фильтр. Первый фильтр это когда совпадает и цена, и название. Важно, чтобы мы выделяли фильтры две ячейки. Здесь у нас формула по совпадению в названии. Здесь у нас формула по совпадению цены. Здесь у нас тоже формула по совпадению названия, но цена уже у нас не совпадает. Для того, чтобы отфильтровать наши данные, мы берем, выделяем полностью их. Идем далее в данные дополнительно и задаем диапазоны. Исходный диапазон мы уже выделили. И диапазон условий. Вот мы выделяем первый из диапазонов, пусть будет он. Фильтруем. Вот у нас остались только зеленые ячейки. Для того, чтобы их покрасить все полностью в зеленый цвет, только те, как отфильтрованы. Идем в выделение группы ячейок. Только видимые ячейки. И теперь берем, красим их, допустим, вот. Вот такой зеленый цвет. Далее, чтобы перейти и выделить те, в которые цены не совпадают, но они есть и в старом и новом прайсе. Опять идем в раздел данные. Очистить. Выделяем еще раз эти ячейки. Жмем на дополнительно. Но теперь уже изменяем диапазон. Изменяем диапазон на вот этот. Важно, чтобы мы выделяли и верхнюю колонку, и колонку с нашими условиями. Фильтруем. Опять же, главное найти, выделить. Выделяем видимые ячейки. И в этих видимых ячейках мы их покрасим. Например, вот такой вот желтый цвет. Опять избавляемся от фильтра. И мы видим наши ячейки, где не совпадает цена. Вот видим минус 0,47. И остальные ячейки покрашены зеленый цвет, где совпадает цена. Есть также ячейки белые, где у нас не было товаров в старой номенклатуре.